Приветствую всех своих подписчиков и зрителей системы. Благодарен вам за то, что смотрите, комментируете и подписываетесь. События последнего времени наталкивают на мысль, что в Украине появился новый тренд. Я бы даже сказал вирус под названием запоздалое прозрение. Новая и очень коварная мутация. Как показывают недавние случаи, вирус запоздалого прозрения в основном поражает бывших чиновников, олигархов, министров, премьер-министров, депутатов и даже телеведущих. Всех, кто так или иначе разминулся с властью или лично с президентом. И решил громко об этом сказать. Не сразу. Потом. Из свежих примеров прозрение и признание известных журналистов и телеведущих. По поводу лохов. Ну, вы помните. На прошлой неделе зафиксированы новые случаи. В частности, высказался бывший глава офиса президента, который, судя по всему, продолжает прозревать от происходящего в офисе главы государства, в котором сам не так давно работал. Симптоматика этого вируса запоздалого прозрения имеет ярко выраженный характер. У всех пациентов резкое, в буквальном смысле, стремительно нарастающее ощущение зрады и беспокойства за судьбу страны. Выраженное чувство тревоги от происходящего вокруг и необходимости обо всем об этом рассказать с экрана. Вирус прозрения улучшает зрение. Также открываются каналы истины, расширяется кругозор. При этом очевидны нарушения в работе памяти. Воспоминания периода работы во власти затуманены. Есть случаи избирательной и частичной потери памяти по поводу принятых некогда решений, голосований и даже сделанных ранее заявлений и комментариев. Такая вот непростая и коварная зараза. За последние два года этим вирусом переболели множество министров и депутатов из обоймы президента. К примеру, бывший секретарь СНБО, обвинивший власть в превышении полномочий СНБО, а также саботажи судебной реформы и борьбы с коррупцией. Генпрокурор, заявивший, что прокуратура полностью зависима от офиса президента. Министр внутренних дел, когда уволился, поделился, что СНБО превратился в орган по штампованию санкций. Бывший спикер, заявивший про антипарламентские методы работы команды президента, про нарушение права депутатов на собственную позицию. Также в этом списке ряд прозревших депутатов от слуг, которые поведали про давление банковой, зарплаты в конвертах, распил бюджетов, а теперь еще и кокаин. Пока правда без фамилий. Если всех их послушать, то возникает реальное чувство дежавю. Господа, а где вы были раньше со своими откровениями? Почему прозрение так запоздало? Что мешало? Или наоборот все устраивало? Неужели этот вирус блокирует на ранней стадии ясность ума, совесть или может речевой аппарат? Или проявляется только на выходе? Бывший глава офиса, будучи, судя по всему, неглупым человеком, не видел мутации властной команды раньше? Или может депутаты в турборежиме не заметили, что на самом деле работают в режиме инкубатора? По моему мнению, есть только одна категория граждан, которая не подвержена вирусу запоздалого прозрения. Это военные, разведка, полиция. Как показала практика, людям в погонах должность не мешает озвучивать свои мысли, будь то известному президенту или малоизвестному заместителю министра. Может им просто совесть повышает иммунитет? У меня нет стремления кого-то в этой истории защищать или давать оценки тем, кто прозрел или еще только собирается. Это можете сделать вы, в том числе в комментариях к этому видео. Я лишь хочу обратить внимание на набирающий обороты тренд. Вы можете спросить, а что нам с этого? Ну, прозрели люди, хоть и поздно, признали, лоханулись. Что дальше? Ну, во-первых, надо признать, что проблема есть. Этот вирус реально беспощадно косит власть. Во-вторых, мне кажется, что всем, кто подвержен и находится в группе риска, надо дать понять, у нас выработался иммунитет к их прозрениям. Третье, надо разобраться, как это лечить. Возможно, поможет добровольная самоизоляция от власти на какой-то период. И есть ли опасность повторного заражения в случае возвращения во власть. Но самое главное, им надо понять, что запоздалые прозрения просто не имеют никакой ценности. А нам задуматься, а ради чего и с какой целью возникают эти душесчипательные рассказы и признания. Видимо, предваряя массовые прозрения депутатов, на днях первый вице-спикер Корниенко буквально ошарашил своим комментарием. Он уже попросил прощения за всех депутатов. Ну, просто попросил всех понять и простить. Ведь, по его словам, большая часть скандалов и фокапов происходит по причине неопытности слуг народа. И что-то подсказывает, что чистосердечное откровение бывшего главы партии слуг появилось не случайно. Как показывает история, в период политической турбулентности вирус запоздалого прозрения распространяется сильнее. И даже само прозрение наступает гораздо быстрее. Уверен, впереди нас ждут незабываемые признания и истории. У многих из тех, кто сейчас в высоких кабинетах, замечательная фантазия, способность к реализации ярких идей и сценариев. Самое интересное еще впереди. Смотрите систему и будете в первом ряду. И берегите себя от всяких вирусов. Субтитры создавал DimaTorzok